Прима-Медия Прима-Медия Кроме этого, на нас возложены обязанности по формированию и представлению в Дума отчета об исполнении бюджета, а также рассмотрение и принятие нормативно-правовых актов, касающихся предоставления налоговых льгот как юридическим лицам, так и различным категориям физических лиц. Вот как раз одно из направлений это отчеты об исполнении бюджета, комитет периодически заслушивает их. Вот как бы вы оценили качество управления бюджетным процессом в нашем городе? Откровенно говоря, я бы поставил оценку твердое хорошо, поскольку мне есть чем сравнивать и мне доводилось общаться с представителями администрации других муниципальных округов. И я хочу сказать, что те люди, которые работают на сегодняшний день в администрации города Владивостока, в чьи обязанности входит именно формирование бюджета, контроль за его исполнением, они, конечно, работают очень хорошо, потому что это в первую очередь специалисты. И это очень важно, поскольку бюджет это не просто голые цифры в табличках, в программах и так далее, в информационных базах, это в первую очередь еще и те действия, те функции, те задачи, которые возлагает на себя администрация по обеспечению жизнедеятельности города. За каждой цифрой, за каждым рублем, за каждой тысячей рублей стоит набор определенных задач. И в зависимости от того, каким образом будет спрогнозирован бюджет, как он будет спланирован, от этого будет зависеть, как мы будем жить в этом городе. И если цифры запланированы верно, то, соответственно, и исполнение будет тоже правильным. Как говорят, точность исполнения задачи, в первую очередь, зависит от качества ее постановки. В данной ситуации бюджет можно рассматривать как набор задач для тех структурных подразделений администрации, которые потом уже физически воплощают все эти вещи в жизнь. И на сегодняшний день я хочу сказать, что качество исполнения бюджета, оно все-таки на высоте, потому что совпадение прогнозных цифр с фактическим исполнением, оно очень близко. А все ли задачи, все ли программы исполняются в том объеме, который запланирован был? Если говорить по итогам 2012 года, потому что 2013 год мы еще не подводили до итоги, то исполнение целевых программ, которые приняла на себя администрация города Владивостока, составляет порядка 90%. Это очень хороший показатель, потому что если сравнивать даже с 2011 годом, то там еле-еле перевалили за 50%. Это говорит о том, что администрация непрерывно работает над улучшением качества работы своего финансового подразделения. А именно в его обязанности входит не просто спрогнозировать и спланировать, а еще и проконтролировать исполнение. Это очень важно. Конечно, не все программы исполняются на 90%, есть и более низкие исполнения. В качестве примера можно привести программу восстановления ливневых канализаций, она за 2012 год выполнена всего лишь на чуть больше 60%. Но чаще всего это связано с объективными причинами, которые не позволили администрации вовремя освоить выделенные на это бюджетные средства. Потому что не всегда все зависит только от администрации. Есть масса внешних факторов, таких как погода, как работа с субподрядчиками, как софинансирование из краевой администрации, из других уровней бюджетов. Поэтому мы не можем сказать, что виновата только администрация. В каждом отдельном случае нужно рассматривать ситуацию в целом. Но если анализировать исполнение по всему году, то это исполнение очень близко к 90%, я считаю, что это очень хорошо. Если говорить о софинансировании, то какие сегодня программы, какие мероприятия городские софинансируются за счет того же краевого бюджета? К сожалению, не на все у города хватает денег. Это действительно, мы вынуждены это признавать, тем более, что бюджет у нас все-таки дефицитный. И мы вынуждены обращаться за софинансированием в высшие, скажем так, эшелоны власти. В краевую администрацию, в более высокие уровни бюджета. Из ключевых программ, а их более 40, на сегодняшний день находятся в работе у городской администрации, из ключевых программ, которые требуют софинансирования и которые им жизненно необходимы, это в первую очередь, ну то, что касается жителей города, это спортивный Владивосток. Это очень важная программа, и мы понимаем, что если мы не будем пропагандировать здоровый образ жизни во всех видах его проявления, то мы не воспитаем молодежь, которая останется потом здесь же жить во Владивостоке. Это очень важно. Одна из важных программ, это развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тоже достаточно серьезные ресурсы финансовые заложены, как софинансирование в виде субсидий. Очень важная программа, это капитальный ремонт многоквартирных домов. Владивосток самостоятельно не справится с этой задачей, и это проблема не только Владивостока и Края, это проблема целиком всей Российской Федерации. Из программ, которые мы самостоятельно выполняем, их достаточно много, но хотелось бы отметить, наверное, это все-таки программа озеленения, потому что мы все хотим, чтобы город был красивый, зеленый, тем более нам есть чем сравнивать. Многие из нас и по стране ездят, и где-то за границей бывают. Мы понимаем, что это очень важно. Но опять же, если говорить о софинансировании, то честно мы вынуждены признаться, что без участия в бюджетах высших уровней нам тяжело справиться. Это, наверное, любой муниципалитет. Любой муниципалитет, конечно. Ведь бюджет Владивостока формируется за счет нескольких видов доходов. И, к сожалению, на сегодняшний день говорить о справедливом, если говорить о справедливом распределении, то на доходной части тех налогов, которые поступают, оно, наверное, не совсем справедливо, потому что Владивосток перечисляет в бюджеты края гораздо больше денег, чем он оттуда получает. Но это нормально, потому что есть районы в Приморье, которые вообще не генерируют дохода, а баланс территорий надо соблюдать. И как ни крути, политически, а это именно политическое решение, Владивосток вынужден датировать за счет своей доходной части какие-то более, менее развитые, точнее, регионы. А вот возможность для того, чтобы увеличить собственные доходы бюджета, есть сегодня? Здесь надо рассматривать в разрезе статей, которые составляют доходную часть. Можно так в крупную клетку сказать, что это налоговые и неналоговые поступления. Вот если говорить о налоговых поступлениях, то здесь, как говорят, поле непаханное. У Владивостока есть достаточно много еще путей увеличения сборов, скажем так, налогов, но при всем этом мы должны понимать, что перегибать палку тоже нельзя, потому что должен быть баланс между разумным размером налогов и тогда, когда люди перестают их платить, предприниматели перестают их платить и просто уходят в тень. Но, тем не менее, одним из самых важных пунктов в работе администрации, я считаю, должна быть работа по обелению зарплат, потому что НДФЛ поступает в бюджет нашего города полностью. Обязательно нужно работать над, даже если не обязанием, то, по крайней мере, пропагандированием своевременной регистрации объектов недвижимости, поскольку на сегодняшний день во Владивостоке есть немалое количество объектов недвижимости, которые уже работают, но не стоят на кадастровом учете. Это, опять же, по факту их нет, потому что, раз они не узаконены, значит, на них не начисляются налогные имущества, на землю и так далее. Я считаю, что у администрации Владивостока есть огромный простор для работы в этом направлении. Еще из налоговых, да, это можно сказать об едином налоге на вмененный доход ЕНВД, и патентная система, она тоже полностью собирается. Поэтому то, что касается налоговых доходов, да, простор для работы есть. То, что касается неналоговых, таких, например, как доходы от реализации муниципального имущества, то здесь подходить нужно администрации очень осторожно, потому что можно распродать все, получить деньги сегодня, но забыть о том, что эти же какие-то там здания, сооружения, земельные участки могут приносить прибыль в будущем. Поэтому каждый из таких случаев, он отдельно рассматривается на заседании Думы, на заседании профильных комитетов и принимается решение, есть целесообразность продажи, нет целесообразности, можно ли это помещение или землю использовать в других целях в более долгосрочном периоде, чем сейчас ее продать и получить единовременные какие-то суммы. Это тоже простор для деятельности. Но в данной ситуации, рамно как и в первой, подходить нужно очень осторожно. Главное не перегнуть палку. С одной стороны, не зажать предпринимателей так, что они уйдут в тень, а со стороны неналоговых доходов понять, что распродавать тоже все нельзя. Администрация вправе распоряжаться собственными. Думать о завтрашнем мире. Да, конечно, конечно. Кроме этого, нужно обязательно думать и о расходной части. Это тоже немаловажно, об эффективности использования этих же средств. В том числе не только самой администрации, но и подведомственной, ей, муниципальными предприятиями, какими-то некоммерческими, автономными учреждениями и так далее. Понятно. Хотел бы поговорить о вашей работе на округе. Вы избирались от адмонатного округа номер 15. С чем, с какими проблемами идут жители? Чего просят? Что вот в наказы? Какие пожелания отдают? Больной вопрос. Наверное, для любого депутата этот вопрос больной, потому что проблемы по всему городу одни и те же. Это ремонт домов, это ремонт дорог, это ремонт придомовых территорий, это детские спортивные площадки, скверы. Вот самый, скажем так, основной перечень проблем, с которыми мы сталкиваемся. И если говорить о наказах, то, ну, к сожалению, похвастаться нечем. Я откровенно скажу, да, что из того количества наказов, которые были заявлены мной к исполнению, исполнен только один. Связано это, опять же, признаю, что, может быть, даже с какой-то моей неопытностью работы, мне нужно было проанализировать, да, равно как и всем, в общем-то, депутатам, которые принимали эти наказы, имеет ли право администрация выполнять тот или иной наказ с любой точки зрения, ну, в первую очередь, наверное, с правовой. Потому что есть вещи, на которые администрация, исходя из бюджетного законодательства, деньги просто не имеет права тратить. Ну, в частности, например, если этот объект не находится в ее собственности или данные работы находятся в ведении управляющей компании. Поэтому из всех моих наказов, к сожалению, будет выполнен только один. Это лестница, правда, она достаточно большая, дома номер 102 по проспекту Красного Знамени в сторону Третьей Рабочей. На это выделено порядка 300 тысяч рублей. Вообще наказы достаточно бурно обсуждались на последнем заседании Думы. И все даже досидели. Да, да, да. И была даже попытка придать некую политическую подоплеку, да, тем наборам и тем наказам, которые были удовлетворены, и тем суммам, которые выделялись. Но я хочу сказать, что администрация подошла очень объективно в этом вопросе. И сказать о том, что только депутатам-единороссам или только депутатам-коммунистам выделялись деньги или удовлетворялись их наказы, я не могу. Потому что у нас есть депутат-коммунист, которому выделили 13 миллионов рублей, а я, член фракции «Единая Россия», мне дали 300 тысяч. Поэтому, естественно, что никакой политической подоплеки не было. В основу были положены именно объективные причины, по которым тот или иной наказ будет или не будет выполнен. Ну, можно назвать это несколько причин. То есть, в первую очередь, это то, что это ведение управляющих компаний, администрация не имеет права. В случае, если это запланировано, есть в планах у администрации, допустим, на 2015 или на 2016 год. Или же одной из таких тоже часто встречающихся мотиваций, это что наказ чересчур глобален. То есть, требует очень длительной проработки, проектно-изыскательных работ. И, соответственно, в один год успеть невозможно. Но, тем не менее, общаясь с администрацией, мы получили абсолютно четкое заверение, что все эти пожелания будут учтены. Можно еще сказать, что по сравнению с 2012 годом сумма, которая выделяется на наказы, увеличена в два раза. То есть, в 70, да больше, чем в два раза, до 160 миллионов. Это тоже очень важно. Это достаточно, на ваш взгляд, или хотелось бы больше? Ну, хотелось бы всегда больше, но, опять же, мы же шагаем по штанам, мы же не можем удовлетворять какие-то вещи в ущерб другим. Нельзя ликвидировать одно бутылочное горлышко за счет создания другого. Поэтому приходится соблюдать баланс. Вернемся к работе комитета. Вот одна из функций как раз это решение вопросов, связанных с налогами, с налоговыми льготами. Вот было ли за последнее время такое, что кому-то давали каким-то категориям налоговой льготы, кому-то, наоборот, отказывали? Ну, с 2012 года, пока я работаю в комитете, были обращения за предоставлением налоговой льгот, в том числе и со стороны федеральных структур, были отказы. Связано это, в первую очередь, с тем, что мы не имеем права предоставлять льготу какому-то конкретному предприятию. Предоставление льготы только отраслевое. То есть, к примеру, всем учебным заведениям, или всем детским садикам, или всем стадионам. Сказать, что стадиону строителей или стадиону авангард мы предоставили льготу, мы не можем, потому что мы не имеем на это права. Но бюджет Владивостока составлен таким образом, чтобы сохранить все те льготы, которые были предоставлены ранее. В частности, есть освобождение от смягчения, скажем так, от налога на землю для детских садов, которые не финансируются за счет федерального бюджета, частных детских садов. Оно остается. Не платят или имеют сниженную ставку по налогу на землю пенсионеры и дети-сироты. Это тоже все остается. Понятно, что хотелось бы собирать побольше денег, но не всегда это возможно, потому что социальную функцию мы не можем себе все равно снять. Денег хочется всегда, никто не спорит. Вопрос, что цель в данной ситуации не может оправдывать средства. Игорь Владимирович, а поступил ли уже в Думу проект бюджета на 2014 год? Нет, проект еще не поступил. Он поступит 1 ноября 2013 года. Но, по слухам, бюджет будет очень трудный. Недоборы очень серьезные. Это связано с тем, что, во-первых, Владивосток лишили ряда субсидий, пересмотрено бюджетное законодательство. Идет однозначно недобор по налогам. Мы уже сейчас видим в этом году. Поэтому администрации предстоит очень тяжелая работа раскроить хотя бы то одеялко, которое им достанется в 2014 году. А вот депутаты на какие приоритеты будут обращать внимание при обсуждении? В первую очередь социалок. Это однозначно. И бюджет 2013 года был направлен на, в первую очередь, он был социально ориентирован. Это образование, это детские сады, это какие-то спортивные мероприятия. Это в первую очередь. Потому что не решать социальные проблемы граждан Владивостока, это не то, что мы права не имеем. На самом деле это просто кощунство. По-другому я сказать никак не могу. Поэтому бюджет, естественно, будет в первую очередь социально ориентирован. А там уже по возможности будем думать, каким образом решать те или иные проблемы. Конечно, перед той же администрацией стоит вопрос о привлечении дополнительных средств. Никто с этим не спорит. И, скажем так, что если предприятие или город имеет профицитный бюджет, то это абсолютно не означает, что они работают хорошо. Возможно, они просто не выполняют часть тех функций, которые на них возложены. Поэтому не факт, что хорошо это или плохо. Вопрос в правильном управлении дефицитом. Будем думать. Само по себе это не значит, что это назначено. Ничего в этом страшного абсолютно нет. Система кредитования на то она и существует. Важно понимать, как этот дефицит будет гаситься. И что самое важное, на сегодняшний день в администрации города есть абсолютно четкое понимание, что ежегодно определенная сумма из бюджета будет выделяться на гашение дефицита. В процессе обсуждения бюджета один из этапов – это общественное слушание, которое должен этот документ пройти. Из года в год достаточно мало людей на них ходят. В основном студенты, либо такие уж совсем специалисты в этой сфере. На ваш взгляд, эта ситуация вообще адекватна? Нужно ли ее менять? Знаете, вот опять же абсолютно честно и откровенно, среди моих знакомых нет людей, которые ведут семейный бюджет. То есть они даже семейный бюджет-то не рисуют. А что говорить об их заинтересованности в бюджете города Владивостока? Я считаю, что в этом нет ничего страшного абсолютно, потому что мы не можем людей заставить любить или не любить бюджетный процесс. Но то, что со стороны администрации должны быть определенные шаги сделаны, которые позволят сделать бюджетный процесс более прозрачным, для того, чтобы жители Владивостока видели, куда планируется истратить эти деньги, какие результаты будут получены. Элементарно, какие дороги были сделаны в прошлом году, будут сделаны в этом или будут сделаны в следующем. Это важно. А вот конкретные цифры разбирать, сколько денег на ту или иную статью, я думаю, что жителям Владивостока крайне тяжело это будет сделать. И здесь администрации в большей степени нужно освещать свою работу уже по факту сделанных, каких-то выполненных мероприятий, а не коим образом, не с разноской по статьям бюджета, что на одну статью столько-то, на другую столько-то. Это поймут только специалисты. Глобально сказать, что вот на такую целевую программу, к примеру, восстановление зеленых насаждений, или спортивный Владивосток, или строительство какого-то очередного мостового перехода, мы можем сказать, что будет выделено столько денег. Но настолько глубоко заслушивать оценки экспертов, которые проходят на публичных слушаниях, я думаю, что не все готовы к этому, и не настолько это надо. Мне не много, мы все равно к консенсусу не придем. Решение должны принимать специалисты. Тем не менее, вот у жителей города простых есть возможность как-то, помимо публичных слушаний, как-то свое мнение высказать, заявить о приоритетах, посоветовать что-то. Да, все комитеты, которые проходили и будут проходить, все заседания нашего комитета, которые проходили и будут проходить, они открытые. Мы всех приглашаем, ради бога, на заседание в Думу города Владивостока. Если есть какие-то предложения, пожелания, можно в письменном виде их отправить, можно прийти попросить слово на комитете. Не проблема совершенно. Важно, чтобы это не было критикой неконструктивной. Если что-то не нравится, не надо говорить, что просто я не хочу, чтобы так было. Надо говорить, я не хочу, чтобы было так, но надо сделать вот так. Вот тогда это будет приветствоваться. Просто приходить, поскандалить нет смысла. Послушать, конечно. Возможно, что многим будет даже на пользу, например, тем же самым руководителем управляющих компаний, тем же самым председателем совета домов, каким-то там председателем ЖКХ, ТСЖ. Им будет интересно все это. Они будут понимать, какие средства выделяются на ту иную сферу и на что они могут рассчитывать. Это да. Будем надеяться, что и жителям будет интереснее в этом году и в следующем узнать, как будет бюджет. Ну и мы со своей стороны тоже приложим усилия, чтобы люди знали, на что пойдут деньги. Спасибо вам за ответы на вопросы исчерпывающие. Напоминаю нашим зрителям. У нас сегодня в гостях был Игорь Владимирович Латышев, депутат комитета по бюджету, налоговым и финансам Думы города Владивостока. Спасибо. Спасибо вам.